В отличие от своих сверстников, Настя Андросова праздник широкой Масленицы проводит не в кругу родных и друзей. Для себя она решила, что поесть блинов в этот день не главное. Необходимо подарить жителям города как можно больше положительных эмоций. Потому что я хотела бы, чтобы люди радовали, чтобы люди видели, что это для всех очень важный праздник. И помнили про все это. Ну и я стараюсь для всех людей нашего города. Настя считает, что Масленица – особенный праздник. В этот день принято веселиться, играть в различные игры, угощать окружающих блинами. По мнению девушки, такие народные гуляния, как ничто другое, объединяют людей. Этими народными традициями, которые уже испокон веков. И это надо помнить и соблюдать все эти правила. Потому что если люди про это забудут, то не будет, так сказать, народного духа какого-то. Историческая и музыкальная фотосона. Игры и конкурсы с призами и сладкими угощениями. Возможность сразиться на мечах, как настоящие русские витязи. Послушать русские народные песни, отведать блинов. Таким саровчанам запомнится праздник широкой Масленицы в сквере за универмагом юбилейный. Специфика района такова, что очень много проживает здесь пожилых людей. Которые, в общем-то, не в состоянии добраться до парка Зернова. А здесь недалеко от дома вышел, погулял, песни послушал и добрался до дома легко. К празднику организаторы подготовились основательно. Для самых активных и веселых участников подготовили ценные масленичные призы. Выиграть которые можно было, собрав как можно больше игровых жетонов. Для детей родители напекли около 600 блинов и приготовили сладкий и вкусный чай. А главное, создали неповторимую атмосферу народного гуляния и достойно встретили весну. Кирилл Васенин, Владимир Литик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.